Валерий Погребняк шутливо говорит, 30 лет сидел на печи, а потом вдруг решился начать свое дело. Сначала купил и отремонтировал токарный станок. Метроолом хотели его сдать, а я нашел деньги, позанимал у товарища, просто вот так вот, дай денег, дай. И вот они дали деньги, я вот купил станок. Все это происходило в 2009 году, а сейчас на предприятии работает порядка 10 сотрудников. Они производят камнеобрабатывающее оборудование, на которое есть спрос. Покупатели в основном карельские предприятия, но не только. Недавно поставили станок на Урал, продукцию покупают компании в Московской и Ростовской областях, Нижнем Новгороде, а также в Республике Беларусь. В среднем за месяц собирается 2-3 станка. Размеры и характеристика каждый раз определяются совместно с заказчиком. Валерий постоянно думает об усовершенствовании производства, экспериментирует. Так, например, сейчас ведутся разработки полировочного коленно-рычажного станка новой модификации. В отличие от традиционной комплектации, этот станок будет оснащен электроусилителем. То есть совершенно новая модель, то есть с тяжелым инструментом, чтобы он помогал. Это ручной станок, а это будет с помощью. Как на машине руль крутишь, легко крутится. Производительность на предприятии повысилась за счет внедрения новых технологий. Например, стали использовать лазерную резку. Для этого Валерию пришлось переделать много чертежей. Зато теперь детали изготавливаются в разы быстрее, а их геометрические параметры максимально точные. С новыми экономическими вызовами компания успешно справляется и больших трудностей не испытывает. Ну, санкции напрямую нас не затронули. Потому что единственное, что поднялись, когда цены на все материалы, ну, это было существенно, когда на металл поднялась цена, на комплектующие, на электронику, на электрику. Немножко было по срокам увеличено. Ну, потом вроде как более-менее это устаканилось. Из достижений уходящего года зарегистрирован свой товарный знак «Констан», что повысило привлекательность имиджа компаний на рынке. Из планов на будущее – расширять производство. А для этого необходимо работать на перспективу. Берем студентов на практику. Тоже, что молодежь, вся сила в молодежи. Мы все будем учить, показывать, рассказывать. Есть у нас опытные кадры, которые готовы передавать свой опыт. Ну, а сила в молодежи, если она будет двигать дальше, и наша страна будет развиваться. Дмитрий Маньков, токарь пятого разряда, считает свою работу искусством. А Валерий Погребняк, говоря о создании станков, рассуждает в тех же категориях. Он месяцами вынашивает идею, а потом приходится раз по десять станок переделывать, доводить до совершенства. Работа творческая. Поэтому Валерий сравнивает себя с композитором, а директора Юрия – с дирижером. Индустриальную песнь «Железо и огня» слушали и записали Сергей Адлер, Алексей Локтев, Служба новостей, Кондопожский район.